Мы встречались здесь с мэром так же, как мы встречаемся с мэрами и главами администрации районов везде в области. Он рассказал нам о ситуации в городе. Мы будем поддерживать нашу связь с мэром и будем продолжать следить за ним. Ваш приезд в наш город был запланированным или вас пригласили? Он был запланирован, но, как мы уже раньше сказали, мы посещаем разные места в Одесской области, города, села. Мы регулярно сотрудничаем с мэром, как и с другими мэром и главами администрации районов везде. Мы встречаемся со многими мэрами, главами райадминистрации по области. Из того, что вы сегодня узнали от Владимира Николаевича, какое впечатление произвела вообще наша история, вообще предвыборная и поствыборная? Что вы можете сказать по этому поводу? У вас какой-то конкретный есть вопрос или в общем? Он такой двойной. С одной стороны, вообще, в принципе, как прошли выборы, на взгляд, проверяющих, так сказать, органов. А с другой стороны, сама история, связанная с прокуратурой, с обысками, вот именно то, что сейчас нас очень всех интересует. Вот какие-то могут выводы. Д zucchini и туполь question? What is your opinion about the elections? How it all went, whether it was legal or not, as an observing independent side? And the second parte of the question is about the actions of the prosecutor's officer. Well, on the first question, we are not the election observers. There was an election observation mission here, the mission of the OSC's Office for Democratic Institutions and Human Rights. по первому вопросу мы ничего не можем вам сказать, потому что мы не миссия, которая наблюдает за выборами. У вас была здесь специальная миссия ОБСЕ из Бюро Демократических Институтов и прав человека ОБСЕ. Через два дня после окончания выборов они опубликовали свой отчет, поэтому это к ним вопрос. По второму вопросу мы выслушали рассказ мэра и мы будем дальше отслеживать этот случай. Спасибо.